Сливочное масло В отличие от растительного масла, на котором мы жарим и заправляем салаты, а оказывается жарить на этом растительном масле нельзя, потому что только лишь вред нашему организму приносим и все. А на этом масле можно и жарить и добавлять, допустим, в тесто. Вот, и мы знаем, что это свое, что оно без всяких добавок. Вот, топила я масло до этого партию, но топила я в духовке и плохо отрегулировала, видимо, температуру. Многовато было, и масло получилось, конечно, чистое, хорошее, но выход был меньше намного, чем на плитке. Поэтому в этот раз я масло нарезала, взвесила на весах, у меня получилось где-то 794 грамма. Вот, поставила это масло, разрезала на мелкие кусочки, чтобы лучше топилось, и поставила на плитку. Плитку можно регулировать. Сейчас я прибавлю мощность, а потом можно по мере этого убавлять. Также, конечно, в духовке много не последишь за тем, как оно топится, а на плитке можно показать весь процесс. Вот у меня уже начало топиться масло. Я его буду подворашивать маслом. Уже пены практически такой нету. По краям уже растопленное как бы масло. Ну, внизу еще осадок есть. Ну, масло топится на маленьком огоньке. Будем ждать, когда масло будет прозрачным. Огонек, смотрите сами, можно регулировать, можно поменьше, можно побольше. У меня электроплитка маленькая по диаметру, поэтому мне приходится периодически ворошить, чтобы равномерно топилось масло. Ну, вот у нас закончился процесс перетопки масла. Вот такое прозрачное масло у нас получилось. Теперь мы это масло аккуратно можем перелить в баночку и хранить его. На дне остались еще остаточки белка, но это не столь важно. Можно процедить, можно просто собрать сверху, еще тут небольшие остатки. Но если они попадут в масло, то они ничего не испортят. Берем баночку. В баночку можно брать любую, не обязательно маленькую посуду, потому что масло стоит хорошо. И вот мы тихонько переливаем масло. Масло такое прозрачное. Оно очень полезно, можно его мазать на бутерброды. Или жарить на нем. На все случаи жизни. Вот так вот. Вот что у нас получилось на дне. Итак, у нас получилось вот такие остаточки. Масло. Ну, здесь примерно сколько? Пол-литра. Пол-литра масла. И вот здесь вот нанограмм 150. Завтра мы будем печь пироги и добавлять вместо растительного масла, вот это масло. Вот такая красота у нас получилась. Делайте масло топленое. Лучше, конечно, брать сливочное домашнее масло. Но если вы купите в магазине хорошего качества, то тоже получится нормальное масло. Вот такое оно прозрачное. Сейчас оно немножко у нас остынет. Мы закроем крышкой и уберем в холодильник. Или можно убрать вниз в шкаф. И с ним ничего не случится. С вами была Бабка Пчеловодка. Всего вам доброго. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Я буду очень рада. Я думаю, что для вас это не составит большого труда. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok